ну вот сегодня утро 19 апреля 2019 года шарик лежит отдыхает ждет чтобы я вам сейчас сказал гулять он созарез бы и соскочил бы так что я сегодня решил сегодня надо мне сесть там у нас на шлюз между первым вторым мостиком и там устранить утечку воды со второго со второго пруда там второй мостик который называется что надо этого сделать это надо чтоб там глина была солома в те разы мы все время ходили напрямую ведра брали с собой два ведра чтобы на каждого человека было или когда там один я работал лопату брал вот и все это таскал вручную но это очень затратно по времени и много сил отнимает и чтобы хоть как-то это сократить вот я сегодня вот решил взять велосипед это во первых быстрее получится потому что дали далеко идти на справ подумал что с тачкой пойду мы думаю пока идти то столько времени уйдет а велосипед мне поможет преодолеть расстояние как говорится минимум по времени вот что для этого я решил сделать для этого мне надо как-то соорудить вот эту конструкцию это тачка надежды осины и она не одно колесо всего лишь подумал думаю господи благослови и вот такая вот мысль сейчас пришла я сейчас я буду воплощать жизнь здесь это у меня вот тоже я сразу покажу вот меня тут есть крепление для камеры сегодня постараюсь велосипеда даже снимать он сейчас вот я при вас ставлю не то я уже давно ее купил редко пользуюсь в этом отношении она очень удобно просто я съемки не очень люблю делать от решил немножко показать как процесс проходит сейчас вот я камеру установлю сюда вот и буду показывать весь процесс что я чем я буду заниматься вот так пускай стоит что я решил сделать я решил взять две рейки вот они у меня вот эти две рейки да и вот так вот засунуть вот это вот сюда так сверху положу и буду сверлить для того чтобы она у меня дальнейшем проволока не соскальзывала но что я заключил она может соскользнуть у меня я решил сделать еще дырки в это в ручках у тачки лишь наезжая сильно простить меня за это чтобы эти они могут соскользнуть потому что у нас вот здесь в нее ручки без это без резинок то есть не на чем задерживаться они могут где-то меня тряхнет там на кочках или где-то ямка будет и все может выскользнуть чтобы это вот не произошло вот я решил так сделать она приподнимется вот так вот по высоте примерно повыше постараюсь сделать чтобы эти вот подножки не касались земли когда буду ехать и посмотрим чем не из этого все получится хотя принципе можно попробовать и не сверлить сейчас посмотрим пускай стоит лет у меня есть набор сверли сейчас его открою и выберу кармашек чтобы не потерялась вот получается у нас получается 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 про пускай по всю жизнь вот так примерно так примерно вот тут вот примерно вот так вот у нас будет примерно у нас так все все я Вот так вот. Это надо отпилить, лишку будет, сейчас возьму ножовку и отпилю. Устойчивая конструкция. Устойчивая конструкция. Полежка уйдет потом. Вот так у нас будет. Устойчивая конструкция. Устойчивая конструкция. Вот так. Устойчивая конструкция. Наверное пополам пройдет. А может и зря обрезал. Устойчивая конструкция. Устойчивая конструкция. Устойчивая конструкция. Устойчивая конструкция. Устойчивая конструкция. Устойчивая конструкция. Можно сделать. Но у меня болтов нет. Поэтому я сделаю сейчас только на проволоку пока. А в дальнейшем, может быть и болты сделаю. уже. Будет намного прочнее, лучше. Будет туда-сюда ездить, это, конечно, плохо. Значит, еще надо дырочки просривлить. 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 Это, чтобы тачка туда-сюда не ходила в стороны. Для этого делаю. Дырочки просривлить. Что у нас получится. Это я мешки взял. Такие объемные, большие. Обычно они не большие, а тут большие. Дырочки просривлить. Это под солому. Солома пригодится для этого дела. Дырочки просривлить. Ну вот сейчас я камеру возьму в руки и посмотрим. Не знаю, одной рукой у меня получится управлять тачкой. Вот так вот. Ну вот вроде бы едет. Не знаю, как она будет, когда я сам поеду. Но по крайней мере пока едет. Есть передний, есть задний. Ну так же, как и с ней жесткое сцепление, сразу заворачивается. То есть там надо специально переключать. Или как есть у такторов. Он включает и он только идет прямо в телега. Ну это даже и лучше. Я хоть буду маневрировать хорошо. Поворачивать где-то, где надо. Она хоть не будет у меня. Вот так вот. Вот она едет, да? Устойчивая. Я сразу сделала на веревку. Но веревка, к сожалению, не дает такой устойчивой, как вот эти деревяшки. Все. Мне, в принципе, в зад ездить не надо. Так, вот здесь вот она все-таки слазит. Да, слазит. Это говорит о том, что надо будет все-таки делать дырочки в этих, в ручках. И надо было прокрутить. Ну, в принципе, это исправить можно. При желании сейчас. Сейчас я развернусь, потому что задом оно плохо едет. Вот, у меня даже этот велосипед на дыбу встает. Ну, вот так вот. Едет и едет. Это главное. А в дороге уже покажет себя, как она себя вести будет. Да, придется просветлить, наверное. Иначе они могут у меня слететь дорогой. Две дырочки, они не влияют на жесткость ручек. Так что это можно сделать. Так-то утром прохладно у нас сейчас. Сейчас вам покажу даже. Руки немножко подмерзают. Сейчас вот перчатки одену. Вот. Вот недавно, где-то с полчаса назад, даже больше, около часа назад, было минус три. А вот сейчас уже плюс один показывает. Уже начинает тепло. Но это в денечке еще. Но солнышке, конечно, побольше уже становится. Сейчас я еще просверлю. Я специально время как бы оттягиваю, чтобы... Потому что там приду, там глина может быть заморожена. Холодная. Для того, чтобы легче просверлить можно было что-то, надо брать потоньше сперосверло. Потому что толстым оно будет тяжело сразу просверлить. Вот тут я взял шесть с половиной. Шесть с половиной здесь не нужна. Потому что проволока она примерно где-то тройка или четверочка. Троечка, наверное. Или двоечка вообще. Вот. Сейчас возьму поменьше сверлышко. Сверлышко. Так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Продолжение следует... 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 застряла, еще она там застряла, а, тут лунча, так все, это я убираю так, ну вот, шуруповерт я забираю обратно, убираю, вернее сюда положу его пока, сейчас там тоже проволокой закреплю и все, можно было, конечно, и гвоздик поставить, он более жестче вот сразу хотел это сделать, а не сделал, ну вот сейчас это способ исправлять свои ошибки вот 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 не, у меня тут сейчас по-разному просверлено, поэтому мне сейчас уже, конечно, не сделать так было 1 вот Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Я когда на прудах снимал, что-то про него не вспомнил. Хотя бы меньше шума было бы. Продолжение следует... Скорее всего, лучше взять гвоздь. Сейчас гвоздь. Продолжение следует... Продолжение следует... Загнул один край гвоздя в одну сторону, другой в другую. Продолжение следует... 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 у кого конечно такой экстез у него закончился печально вот ему в лапу перекусил не потерпел такой наглости что такой маленький на такого большого и дает алик ну-ка побежали время идет так все-все-все пошли пошли быстрее вот опять началось сегодня я уже тут протянул провод электрический кабель насос спустил туда смогу даже но тут принципе не видно да не видно будет и более пышка тяжелая потом неудобно ставь шарик ты чё делаешь но колодец то кто мочит вот это вот брат михаил еще кальмаев приезжал когда делал лестница очень хорошие вот тут слава богу я поднял вот этот умывальник который на боку там других роликах видно лежит на земле долго очень мучился конечно но поднял с божьей помощью там подкладывал подкладывал всякие чурочки досочки и у концовки поднялся без всякой натуги чтобы не подумали что я себя гроблю так одет у меня же тут лопаты были я-то что-то понадеялся тут хорошие лопаты есть а что-то их здесь и не вижу интересно даже все какие-то загнутые где-то у меня такая лопата была жесткая а тут я ее не вижу уже скорее всего я ее куда-то внес шарик ну-ка пойдем-ка сходим в теплицу вот это вот появится мое вот беспамятство вот очень плохо конечно многое забываешь где еще лежит и вот так вот тратишь время порой бегаешь туда-сюда туда-сюда вот у меня тепличка вот она хорошего по тогда конечно слава богу нашел тем она хорошая сейчас объясню во-первых это немножко загиб у нее есть на солнце вот и вот здесь вот тут убрать если вот тут у ребра что вот они стоят на штуке сделано ли они придут жестко сей то есть в этом месте она уже здесь не ломается они хорошо придумали раньше этого не было лопаты по загибались многие вот а здесь вот у меня саженцы томатушка дала помидоров перцев они здесь стоят а здесь вот я посадил редиску она говорят быстро всходит и более в теплице тепло пленкой накрыл чтобы влагу подтягивала и внизу еще подставляю железную тумбу конструкцию внизу не подтягивал холод жары не обещают большой градусов 8 всего тепла будет на что теплицы открывать дверь не надо все лопату я взял слава богу ну принципе хотел закончить думаю надо довести до конца показать как это все как я соберусь одним словом в поездку господь такой чудо погоды сегодня дал солнышко вчера бутыков ветер очень сильный я думал что даже может где-то опять у нас шиферинку он сорвет с крыши нет слава богу обошлось еще сейчас вспомнил одно дело пойдем все шарик я прогулял он немножко успокоился поры свой сбавил сейчас можно свободно охранять территорию нашу здесь ой шарик прости запутал то место в цепи вот она моя конструкция лопату я продерну багажник и все ножовку уже брать не буду уберу я сейчас этот рюкзак чё возьму повешу на руль здесь вот таким образом я вообще закрою выдерга не упала ну вот так вот принципе все вот моя вся конструкция то есть мне потребуется а потом другой ролики покажу глина ведра лопата вот ну и все принципе толкушка не беру я так ногами будут оптать что лично не возить тем более и неудобно будет она будет выпадывать меня из тачки вот так вот ну все слава богу за все аллилуйя и 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